Винегрет из ПВО. Игнат рассказал о подготовке к массированным обстрелам. Воздушные силы продолжают укреплять свои силы накануне возможных осенних обстрелов. Россия тем временем увеличивает производство дронов и ночная атака по Одесской области тому подтверждением, об этом рассказал спикер воздушных сил Юрий Игнат, сообщает РБК Украина со ссылкой на эфир телемарафона, как отметил спикер воздушных сил, Российская Федерация уже определенно не имеет того запаса ракет, который был в ее арсенале ранее. В то же время страна-террорист увеличивает производство дронов, в связи с чем к этому необходимо быть готовыми. В частности ночные удары по Одесской области являются тому подтверждением. Украинцы готовы, думаю, энергетики подготовились к негативным сценариям и противовоздушная оборона безусловно. Год назад мы вообще не имели западных средств среднего радиуса действия. У нас только осенью появились первые НОСАМЭС и ИРАЭС в очень ограниченном количестве. Если посмотреть, сегодня мы имеем такое разнообразие средств ПВО, которого нет во всем мире, добавил Игнат. По словам Юрия Игната, все западное ПВО дополняет советскую технику Украины, которая также довольно эффективно работает. Речь идет о С-300 и Буки, например. Весь этот винегрет работает и приносит результат. Только вопрос в том, что этого недостаточно, страна большая и приходится локально организовывать ПВО защищая объекты, города и стратегические объекты, пояснил спикер. В частности, систему ПВО могли бы дополнить истребители F-16, которые бы осуществляли прикрытие с воздуха и перехватывали вражеские цели на подступах. Ночные удары по Одесской области, последние месяцы, после выхода из «зерновой сделки», террористы усилили удары по портовой инфраструктуре Украины. Этой ночью, 3 сентября, россияне прибегли к нескольким волнам атак ударными БЭПЛа, Шахет-136-131-х, с южного и юго-восточного направления по припортовой инфраструктуре по Дунавье в Одесской области. Воздушным силам удалось «приземлить» 22 единицы. В результате попаданий возник пожар, который пожарные оперативно ликвидировали. Впрочем, были и пострадавшие, срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК Украина в Телеграм.